Всем привет! Сейчас мы рискнем с вами и попробуем сходить в тот магазин народный, который находится на улице Косыгина у нас в Санкт-Петербурге. Славится он низкими ценами. И попробуем поснимать. Посмотрим, что же такое за магазин, который так славится на весь Санкт-Петербург. Раньше здесь брали только наличкой. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь, лайкайте за мой стрим такой, магазин народный, потому что я много слышала от блогеров, что снимать там не разрешают. Вот так он у нас выглядит, народный магазин. Видите, какой ажиотаж всего. Ну, народный у нас с тем и славится, что он народный. Цены здесь якобы народные. Ну вот, пасованный виноградик. Игрушка конференция в пастушище. КОНЕЦ Морковка 46, лук по 33 речный и картошка по 28, ну все ее берут, есть картошечка в сетке, капусточка по 30 рублей, людей конечно в магазине всегда очень много, нектариты какие-то, персики фасованные, абрикосы по 180, идем смотреть дальше, так и помидорки есть у них, тут томаты, вон вижу по 100, по 130, есть даже по 45, разные кетчупы, так, даже банки пожалуйста, по 34 900, по 35, кофе якобс, вот маленькая баночка, 95 грамм, 257 рублей, вижу где-то есть большие у кого-то, вот тележки сейчас найдем, ну конечно у них тут есть разные чагунки и тарелки, доски, а почем чагунки такие, утятницы-гусятницы, казан по 1700, алюминиевые, полотенца 70 на метр 30, 370 рублей, шампуньки по 80, лос в капсулах, 330 рублей, как будто маловато, фреш, вот не вижу, перри всеми любимая, яблоко по 220, и там вот она, девчонки для вас прокладки, смотрите ценнички, белла по 44, ну это такая, 4 капельки, флора, одноразовая, и тут же такой отделчик сорти, все так интенсивно, потому что очень много народу, мыло, дуру, 4 штуки, 170, дуру, есть хозяйственная, белая, очень хорошая, спасибо, и порошки стиральные, миф 4 килограмма 685, доси, сорти, 350, ну тут 2 400, разные освежители воздуха, сгущенка, короче, очень большой магазин, разного тут всего, ну пытаюсь посмотреть еще кофе, где есть, посмотрим масло, всеми любимый ассортимент, это масло растительное, ну тут большой выбор, конечно, злато, благо, 150, не сказал бы, что это дешево, вот такая большая бутылка, 650, но здесь 5 литр, сергеевская, саратовская, так что не дешево масло, здесь 600 грамм 90 рублей, макароны по 89 берила, хорошие сорта, хорошие сорта, есть ассортимент мясного, колбаска, вологодская 260 рублей, бекончик 350, сервелатик зелькатесный, бекончик 160, молочка разная, макароны, молоко написано, по цене 28 рублей, отпускается не более 3 штук, какой-то вот дворик, макароны, есть масса сливочная, вкуснотевая, традиционная, 170 рублей, и 200 грамм, колбаска, колбаски, сыры, 420 рублей, вот, сыр российский, есть, ламбер 690 рублей, 50 процентов, черный пашихонский, 480 за килограмм, и разные срочки, большую прям вообще ассортимент, много-много разных, остановите, посмотрите, потому что нереально озвучит все, крупа гречневая, ядрица, 800 грамм, 80 рублей, вот такая, перловочка, крупа, шино, перловая, 30 рублей, ну, плохая, нук есть, по 130, разные соусы, уксусы, в основном уксус виноградный, 42, столовая по 38, Маш, есть по 100 рублей, и нот по 190-500 грамм, очень много-много всего, вот рисы разные, рис традиционный, круглый, полтора килограмма, вот видно цена, 190 рублей, красно-националь, фирма, так что большой-большой выбор, вот даже сода есть, соль элецкая наша, по 30 рублей за килограмм, есть даже пульмени, пожалуйста, вам, ценнички, халяль, по 190 рублей, приправки, большой молочный отдел, прям очень большой, горошка здесь много разного, фасольки, кукурузка, маслинки без косточек, ананасы, сок гранатовый, написано, что по 80 рублей, пасты, ну и есть здесь большой ассортимент майонеза, колбаса, колбаса есть, даже дорогая, сервелат 570, кремлевская, литовская, и опять майонезики, провансали, кальвы, довольно неплохая цена, большой отдел, здесь есть и чельнушками разными, вот, мария, по 90 рублей, плитцы по 36, вот искала я все чаи если тут почем вот есть гринфилд по 80 рублей пакетированные причем разные сорта вышли мы из магазина народный я закончила съемку потому что подошел дяденька такой и говорит что не хочет чтобы в их не магазине снимали не знаю причину не объяснил почему снимать нельзя я у него спросила ссылается ли он на какой-то законодательный документ или еще что-нибудь он сказал что нет что просто он не хочет чтобы в магазине фиксировали цены снимали показывали этот магазин так что делайте выводы сами ну и как итог друзья давайте посмотрим все же что я купила в этом превоссловутом магазине народный не стала я ничего мясного там брать так взяла два вот таких салата они по 30 рублей это ровно в два раза дешевле чем просто пить его даже купить наши пятерочки помидоры сливовидные вот такие они значит по 100 рублей но я не буду говорить про копейку я просто округляю 100 рублей были помидорки за килограмм ну такая коробочка 72 рубля взяла у них петрушки так здесь вот написано что 300 рублей 43 рубля пучок да здесь типа якобы 146 грамм так еще я взяла соль для консервации но я много чего солю приготавливаю 30 рублей вот такой килограммчик соли капусточка вот видите нового урожая написано 30 рублей вот такой качанчик полтора килограмма мне обошелся 44 рубля 39 копеек больной вопрос на сегодняшний день для всех кто закатывает сахар но взяла я только пачку потому что написано что если вы берете килограмм то это будет стоить 50 рублей если вы уже возьмете две пачки то за килограмм будет 96 рублей я вот так вот помню на память сейчас я пересматриваю да я заплатила за него 50 рублей кабачки были тоже по 30 рублей за килограмм довольно хорошая цена потому что в магазинах по 100 рублей кабачки капусту я по-моему вчера видела по 60 ну где-то вот 60-30 ну два раза получается капуста дешевле ну и кабачки три раза наверно потому что ну минимум 80 у нас рублей так самое что интересная цена на огурцы огурцы меня вообще поразили ценой 16 рублей за килограмм я не знаю насколько качество огурчиков как вообще-то все потому что на мой взгляд скажем мясную продукцию я не стала брать вот вернемся к огурчикам вот так они выглядят вроде как ничего такие крепкие и в итоге мне 4 огурца обошлись 12 рублей 54 копейки из мясного не стала брать потому что посмотрела что свининка стоит 319 рублей килограмм у нас здесь рядом шаговой доступности у меня свининка стоит 350 сейчас лето идут скидки поэтому мясная продукция но и потом как-то были скандал в этом магазине по поводу в разных там некачественного поэтому я не стала рисковать взяла вот овощи а еще знаете я взяла трусы мужские почему-то ценник стоял что они не буду показывать их на камеру ценник стоял что они 130 рублей но по факту я за них заплатила я уже увидела на к не на кассе уже когда приехала домой по факту я за них заплатила 180 рублей 179 90 поэтому вот такая цена ну и на этом я заканчиваю друзья если вам понравился магазин приезжайте закупайтесь это очень много кто приезжает пенсионеров но это конечно если вы живете в том районе можно приехать и купиться я заканчиваю не забудьте подписаться поставить лайк всем хорошего настроения и на сегодня пока пока